Девчоночки, всем огромный привет! Делаем с вами сейчас обзор... Я прошу прощения, я в этих штурах, но так уж сложилась ситуация. Делаем сейчас обзор с вами на видео с Амвелла, когда пекут на игре не пиццу. Светы нету, знаем, что она отдыхает в Турции. На кухне одни мужики по своему обыкновению. Значит, Андрюха, там отозвался Коля на заднем плане, услышала его голос в начале видео, и сам Амвелл. Ну, у руля, конечно же, Сева. Он руководит всегда всем процессом, никому ничего не даёт делать, не доверяет. Это тот, да, что нам обещал. Больше на игре не готовить не буду. Готовит. Он же у нас главный, да, директор землетрясения. Я бы его так назвала. Значит, делают тесто уже строго по рецепту. Придерживаются, просто выдерживают все нормы. Но в конце что-то получилось. Тесто, как показалось, сам Амвеллу жидковатым. Давай добавлять ещё муки. Ещё добавил, и ещё добавил. Он это дело любит. Замесили тесто, выложили на противень. Почему-то не постелили ни пергамент, ничего. Я подумала, думаю, скорее всего, всё, всё, эта пицца прилипнет, пристанет к противню. Но потом, вроде бы, всё получилось. Всё было хорошо. Но по порядку. Значит, тесто всё выложили на противень и перешли к ингредиентам. Заявили, что это домашняя пицца. А то есть, всё то, что есть у хозяйки в холодильнике, всё сюда, на этот корж вывалим. Итак, что в холодильнике есть? Боже ты мой, что только не предлагали. Окей, помазали соусом томатным каким-то. Я бы лучше помазала аджичкой. Но это на мой вкус. Но вот второй вопрос. Сева кричит, давайте сметану. Ребят, вы кто-нибудь делал пиццу со сметаной? Напишите мне в комментариях. Я впервые такое вижу и слышу, зачем эта сметана, в принципе, там была нужна. Я не поняла. Такого кулинарного хода. Но намазюкали и сметаной. Притом, слой такой хороший, туда нафигачили этой сметанки. Сверху на эту томатную пасту. И потом понеслась душа врать. Давай, Ани, колбасу нарезал. Конечно же, Севка. Коля давал свои ЦУ. Сева, что ты делаешь? Зачем ты так толсто режешь эту колбасу? И я с Колей опять согласна. Нет, 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 девочки. Не пишите и не рассказывайте, что я очень люблю сытников. Поэтому очень лояльно к ним отношусь. Я просто согласна. И в этот раз с Колей тоже. На пицце должна быть нарезана, если и колбаска, хотя, может быть, солямки лучше сюда бы подошло. Ну, не важно. Ну, тоненькими слайсиками. Ну, это же пицца. Нет, нарубил так от души толщиной по сантиметру этой кабласы. Разложил толстенько. Не знаю, совсем это на пиццу, девочки, б не было похоже. Помидорчик один всего лишь порубил. Хорошо. И дальше были предложения разные. Давай оливки. Оливки есть? Есть. Но почему-то не стали туда класть оливки. Почему? Было бы очень даже неплохо. Грибочки есть? Есть. Бабушка подсуетилась, Ольга Леонтьевна. Принесла грибочки. Накричали на неё. Сказали, нету маринованные грибы. Не такие. Вижу, всё-таки открыли сами баночку шампиньонов. Нарезка шампиньонов. Отдельная тема. Ну, порежьте их слайсами. Ну, как обычно, на пиццу все нормальные люди делают. Сам Вэл руководит. Нету так. Разрежь на четыре части. Андрей выполняет все указания севки. Он же шеф-повар у нас. Он лучше всех всё знает. Нарезали, накидали. Следующим. Пошла кукурузка. Девочки, зачем эта кукурузка в этой пицце? Ну, ощущение у меня, например, было, что готовится какой-то слоёный салат. Ну, к чему эта кукурузка? Ну, лучше положите оливки туда. Ну, мы же пиццу готовим. Нет. Оливки заменили кукурузкой. Насыпали от души той кукурузки туда. И дальше моцарелла пошла. Моцарелла, конечно, очень в тему. Всё классно. Порвали кусочками замечательно. Ну, и к моцарелле ещё. Нафигачили от души хорошим слоем. Натёрли твёрдый сыр. Ребята, заключающим аккордом были сосиски. Ой, сосиски давайте! Зачем сосиски на пиццу? Зачем? Нет. Они разрезали её, как шпикачки сделали, чтобы в духовке каждая сосисочка развернулась, превратилась в цветочек. Столбиками поставили. Ну, все вы одна тема. Лишь бы столбики стояли. Главное, стояли, чтобы сосиски. Хорошо. Отправили в духовку. Ну, и вытащили эту пиццу. Внешне очень даже замечательно и прекрасно получилось. И тут уже Сева не сдерживал себя. Ох, хвалил! Ох, как хвалил! Ну, непревзойдённая! Непревзойдённая эта пицца! Шедеврально просто! Замечательно! Отец-то какое! Это, чтобы, он говорит, чтобы вы знали, Сева, ну, будем знать, ты же нас научил. Чтобы вы знали, это лучшая пицца изо всех пицц, которые есть. Сев, успокойся и немножко веди себя скромнее, потому что это далеко не лучшая пицца. И Коля очень грамотно, спокойно, скажем так, без нервов, начал его увещевать, говорит Самвел. Ну, все начали есть её, попробовали. И Коля сказал, ну, это не пицца. Тесто пропеклось, но оно, девочки, вот такой толщины. Это не пицца. Пирог. Я соглашусь, пирог. С домашней начинкой. Действительно, всё то, что было в холодильнике. Но это не пицца. Пиццей это назвать нельзя. Коля об этом и сказал. И говорит, что пицца вот готовится по-другому. Тесто готовится по-другому. Оно должно быть тонкое, пористое. И вообще существует вот это вот тесто, вот этот корж. Несёт одну функцию. Для начинки. Держать начинку. Весь прикол в том, что вы положите сверху. Конечно же, тесто должно быть вкусное тоже. Но не такой толщины. Это не пицца. Сева спорила. Как обычно, нам не привыкать наблюдать его спор. Но это же он готовил, девчонки. Это готовил сам Велла Дамян, шеф-повар. Как посмели вообще критиковать. Бабушке предложили, давай бабушка. Да, Ольга Леонтьевна отказалась категорически. И хочу на этом сделать ударение. Она говорит, уже поздно на дворе спать ложиться. Куда есть эти пироги, эти пиццы? Молодец, бабуля. Молодец. Голова работает, мозги работают. Человек соображает и правильно делает. Будет следующий день. Попробует она и съест кусочек этой пиццы или пирога. Да, сразу же мне вспомнилось, да, отношение к еде нашей родины-матери, нашей троеродицы. Я не знаю, как ее называть еще. Какие придумать названия, чтобы и не обидеть, и не оскорбить. Зову ее так, как она сама себя величает. Ну, вы все помните, да. Ну, вот дай, Васильевне, хоть ночь, хоть вечер, кусок пиццы, кусок мяса. Она откажется, как вы думаете? Да не в жизнь такого не случится. Захомячит все сразу, и все беспокоятся только об одном, хоть бы не подавилась. Потому что не жуя, все заглатывает огромными кусками, как будто у нее кто-то изо рта это все забирает и отнимает. Ребят, пицца была, я думаю, неплохая. Ну, просто под названием пирог. Следующее видео у нас на повестке дня, так что никуда не теряйтесь. Заходите, будем с вами обсуждать. Пишите комментарии, я всегда читаю и жду. И не забывайте подписываться на канал. Лайки тоже можете ставить. До скорой встречи. Пока, девчоночки мои хорошие. Пока.